рано утром на теплоходе леонид соболев самый первый после капитана просыпается владимир кот он всегда выходит и начинает снимать мне ну вы знаете вот так тяжело спать на теплоходе объясню почему не то что тяжело спать на теплоходе не потому что многие не помещают все помещается и кровать мягкой все замечательно просто я вот ночью проснусь и думаю а вдруг там что-то такое вот интересное проходим и мимо и обязательно встают и снимать итак у нас второй день на теплоходе леонид соболев и мы когда проснулись я открыл карту навигатор и понял что мы уже прошли ладожское озеро и вошли в реку свирь это такая река который имеет длину 224 километра берет начало в онежском озере и впадает в ладожское то есть соединяет два этих самых больших озера россии между собой и в принципе это это в ныне это звено волго-балтийского водного пути раньше это называлось мариинская система берега очень красивые чем эта река интересна ну во первых у нее очень разное течение вы знаете иногда мы идем по реке и вот она как практически как у озера да ну какое-то водохранилище видно там по-моему если не ошибаюсь 2 гэс находится на этой реке нижняя свирская мы ее увидим и верхняя свирская газ так там от течение практически незаметно мы были такие места где такое впечатление что чуть ли не горная река там чуть ли не 11 12 километров в час то есть это глазами видно это течение чем еще интересно идти по этой реке ребята потому что она узкая в принципе она в основной своей длине все эти 200 километров за исключением там нескольких километров водохранилище она практически 100 метров шириной и вот эти 100 метров ширины реки свирь вздрогнули рано утром когда алла вышла на зарядку мне потом мы потом будем общаться с капитаном этого теплохода и он скажет я не знаю это утром что-то происходило теплоход шатался то влево то вправо то ли тяжело было его управлять а это делала зарядку такая рекомендую конечно на теплоходах выходить и делать утренние зарядки почему это даже в описные берега проплываешь так асата наполняешься кислородом воздух это такое впечатление всего а может быть ты пойдешь на теплоход работать я пойду куда угодно пойдешь работать физкультурником преподавать физкультуру вот я видишь себя в эмоциях рассказываю о том что я вижу да кому то ты звонишь или звонишь и рассказываешь что видишь и как чук сидит и ой а слева по борту березки а справа по борту сосны как здорово идти по такой реке этот мы об этом уже говорили еще раз повторим вот в чем главное преимущество круиза по рекам в отличие от морей и океанов постоянно картинка постоянно берега там вот особенно такая река вот как я сказал свирь она вот 100 метров шириной то есть 50 метров слева 50 метров справа можешь в мельчайших подробностях рассматривать города села деревни вот смотрите сколько дерева это же ну тут это принципе по моему ленинградская область дамы сейчас ленинградская область но рядом уже карелия и здесь огромное количество леса добывается смотрите мы идем прямо на километра или полтора лес 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 и что еще заметил очень много довольно таки и таких красивых домов да то есть это или дачи или дома где люди живут или какие-то дома отдыха или санаторий красивые очень красиво построены прямо на самом берегу реки но смотри многие нам говорят что нам сюда сопутствует погода а здесь у нас было и дождик и достаточно прохладно было это май май месяц напоминаем мы находимся на севере россии но это не портило абсолютно никакого впечатления что было очень что нам может испортить настроение одели курточку одели свитерок и даже несмотря на то что это было начало мая лет середина где-то середина мая да ну все равно на севере конечно же прохладные погода меняется вот видите только что был на тучи а те раз солнышко выглянул опять тучи и мы сейчас с вами придем когда верхние мандраги вы тоже увидите как разительно менялась погода и как настоящем детском садике на воде алла с раннего утра приступила к поделкам к покраскам вот многие из вас сейчас особенно те кто не ходили на теплохода конечно ухмыляются улыбаются городку какие-то там как дети малые как дурачки какие-то ребята а вы попробуйте это так интересно алла на каждом теплоходе рисует то котиков топ петушков то этих каких-то карлсон и видели бы вы ее лицо в этот момент я на нее смотрю думаю господи детский садик по ней плачет то есть ее прям сразу в младшую группу можно определять а дети какие счастливые а дети счастливые вот их на на этом теплоходе кстати было не очень много может 10 12 детей было а иногда бывает на теплоходе по 40 детей представлять какая работа для аниматоров а вот у нас был на соболе у нас был преподаватель танцев и женщину к сожалению мужчины все скромные и я такой же скромный а ведь мог бы сейчас я смотрю и жалею думаю я хотел попробовать так такие движения разучить разучивают а какие-то основные движения основных танцев а вот идет гуляет там на свежем воздухе и заглядывает и тоже завидует алла почему тебя нету здесь скромные мы не скромно ты спала что ли не пойму нет нет я в баре сидела в баре бар панорама практически на каждом теплоходе а может быть даже на каждом теплоходе ну на всех теплоходах где мы с тобой были везде есть бар панорама я просто имею ввиду теплоходов там много в россии других компаний может они по-другому называется бар панорама как правило там на средней или на главной палубе в носу теплохода так чтобы можно было видеть с большим оконным остеклением располагается бар панорама где может попить кофе вина даже водочки в конце концов офисе погода соответствует алла глика безалкогольные заметь нет нет не по что-то такая веселая была я всегда веселая безалкогольный мне кажется волос алтоголем тебе принесли но мне как положено мороженого твою любимое а вот мы подходим я вам говорил что две гидроэлектростанции есть вот такая маленькая река свирь и целых две представляете электростанции есть на это на этой реке честно говоря мы ну и не знаю как ты алла признайся честно ты слышал вообще про эту реку когда-нибудь тут в жизни в своей там школьной я в том году узнала что сфере ну нет тот год это практически этот года мы с аллой когда путешествовали по карелии и мы заехали очень красивый очень исторически важные особенно для православия монастырь александр свирский монастырь и вот тогда мы когда пытались понять а почему такое название до свирский свирский что такое свирский оказалось что находится вот как раз недалеко река свирь проходит и после этого мы узнали это слово а так ребят я никогда не знал про такую реку ну знаем волгу него у лену там ангару да все знают свирь но те люди которые там живут конечно же знает поэтому не обижайтесь на нас вот а сейчас я вам показываю как работает шлюз посмотрите вода наполняется наполняется самотеком вода данной ситуации не помню метров десять мы наш теплоход поднимается кверху видите прямо вот заметно как и вот с такой скоростью заднего мотора заревели сейчас мы так разгоняемся разгонять и вот так пошли ну примерно так это я конечно ускорил я хочу сказать что здесь очень интересно конечно для детей интересно чем ну вот такая вот так все это когда рассказывают а там все экскурсовод как раз называется методист он все это рассказывает тут забыл про а вот здесь рыбу по моему выращивают а вот дети все это слушают и вот это все показано прямо реально ты пока вам показывает как работает шлюз ну да все раз а вот смотрите как интересно вот 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 этих ограничений бетонных шлюзах там тишина там люди виду не ходят никогда он гидроэлектростанция на заднем плане и тут чайки в огромном количестве как раз виду у них сезон высиживали свои яйца высиживали своих птенцов не тоже очень интересно такой прямо птичий остров получился здесь вот еще раз возвращаясь тому что река то принципе не широком здесь она широкая потому что это как раз водохранилище перед газ и можно все рассмотреть как проходят теплоходы как работают шлюзы все это очень подробно и интересно классно как рыбаки рыбачивает можно даже иногда проплывали так близко от рыбаков что можно было даже заглянуть лодку увидеть какой у них улов и наконец самая дальняя точка нашего сегодняшнего путешествия это деревня верхней мандраги вот она показалась деревянные дома привезены с севера россии там 18 19 век там целая морская деревня 19 века в общем году я тебя сейчас перебью мы туда не попали а да и нам очень очень близки близки до нас у нас тут кстати была такая вот любопытство особо было любопытство потому что прошлом году мы на машине приехали к этой деревне очень хотели посмотреть а не получилось из-за коронавируса там была закрыта и что-то там какое-то было мероприятие в общем нас не пустили мы просили просили нас не пустили поэтому сейчас мы с огромным любопытством смотрим на эту деревню потому что ну прошлом году не получилось в этом году получится а ведь он учил за обсорить какой ветер сильно прям деревья гнулись в ушах свистела вот такая была погода плохая но сейчас через не какой-то рим выйдет солнышко и а вот ну и и Продолжение следует... 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 Ну я знаю, есть способ Математически вот эту мою фотографию сделайте Пересчитайте на квадрат В общем можно, много Меня больше волновал вопрос Как они там держатся Как они не падают Я еще спросил работников этого музея А водка-то наверное пустая Бутылки-то пустые наверное Уже выпили и поставили Все говорят новенькие, все заполнены Вы представляете те мастера Которые крепили эти бутылки Русская душа, как она плакала Но здесь еще можно взять экскурсию Да, мы кстати экскурсию не взяли Здесь можно взять экскурсию, можно попробовать А вот смотрите, кому интересно Берете водку Со своей родины, приезжаете туда А там обменяете память Водку в музее водки получили Интересно Дегустацию продают Рассказывают как водку делают, какие сорта Из чего делают Жалко, жалко, у нас просто не хватало времени И валенок даже здесь есть Ёлки-палки Алла, валенок Самый большой в мире Самый большой в мире Может мы тапки сделаем какие-нибудь Самый большой в мире И вот к этому художнику Валерия Лошак Обратимся, пусть мне валенки 50-го размера Ради бога, сделайте мне валенки 50-го размера Мы опять вернулись к нашим коровкам Прошли по кругу вокруг всего музея Вокруг этой деревушки Посмотрите, сразу видно городских жителей Увидели коровку, сели и смотрят с таким восторгом Как будто это леопард какой-нибудь Щупают и говорят Ты видишь, она теплая, она настоящая А она спрашивает Слушай, Вась, а как она молоко дает? Не знаю А зато и тут исполнилась мечта Аллы Алла увидела лошадку Ой-ой-ой-ой Хочу-хочу-хочу-хочу-хочу прокатиться А здесь можно на лошадке прокатиться Вокруг всего острова Вокруг всего полуострова Вернее так, тут не остров, а полуостров Мы даже уже бежали потом на свой корабль На теплоход Уже думали, что опоздаем Ну да, мы нашего водителя Нашей машины в одну лошадину силу Предупредили, что у нас через 20 минут Теплоход отправляется Он Будьте спать С бороздой такой мужик Будьте спать, все успеем И он выполнил свое слово Он прямо на этой лошади На этой извозке закатился Прям на борт теплохода И мы вовремя все приехали Очень здорово, замечательно А представляете, как будут рады дети Городские дети Ведь сейчас прокатиться на лошадке Ну практически негде Где-то там в зоопарке на пони катают Ну очень мало мест А здесь, господа организаторы И хозяева этого Этой деревни Верхней Мандраги Спасибо, еще раз вам говорю Спасибо за вот эту деревню Дальше развивайтесь Развивайтесь, это здорово Это перспектива во всем мире Это очень перспективно Сейчас, конечно, иностранцев практически Ну, да, не пускают Ну, все сами знаете С этим коронавирусом Но когда их пустят Как веселиться будут тут, не знаю Какие-то англичане, немцы Не знаю, фирмы Так они любят наши теплоходы И теплоходы любят И вот такие Пареком плавают Такие вот деревни любят И такие музеи Здесь же конюшня есть Вы представляете Кроме коровок Кроме там зоопарка Еще конюшня Можно покататься верхом на лошади Можно покататься На каких-то извозках Можно сделать здесь корпоратив Можно сделать здесь свадьбу Ну все, Вова У них у самих людей много Да, подумать, что мы рекламируем Не говори Не, ребят Мы не рекламируем Но мы искренне Как в каждом нашем фильме Искренне восторгаемся Людьми, которые работают Которые делают И особенно Которые делают это в России Которые трудятся в России Потому что мы, Салай, патриоты в России Мы знаем, что Как нет? Нет, мы конечно патриоты Нет, просто многие могут говорить О, зачем это надо делать Еще что-то А другие просто берут и делают Берут и делают И молодцы Смотри, сколько разных домиков Вот эти домики Это гостиница Вот это был какой-то музей То есть Здесь можно просто приезжать На 2-3 дня А можно приехать с ночевкой На несколько дней С семьей Погулять Походить Покататься на лошадках Покупаться в теплое время Суток Покушать Здесь кафе Рестораны А можно вот так и на теплоходе Как-нибудь с тобой А можно на теплоходе На один день То есть Приглашаем Да, как видите Я вас не обманул Прям на наш теплоход С лошадью вместе Забрались К сожалению У всего Даже самого хорошего Когда-то Наступает конец И наше пребывание На В этой замечательной Деревне Верхней Мандраге Тоже завершилось Теплоход Захудел Быстрее Коты Мы чуть ли не последние Уже забегали На теплоход Хотели с собой Лошадь взяли Но лошадь Не прошла Паспортный контроль Вот Алла Прыгает и скачет А что ты прыгаешь и скачешь Мы же расстаемся С мандрагами А потому что музыка Всегда играет Мы так отходим И играет музыка Водоход именно Их песня И так это душевно И хорошо А главное Мы всегда Когда откуда-то уходим Дорогие друзья Мы всегда Думаем о том Что мы сюда Вернемся И это греет душу И вот Так же и верхние мандраги Мы уходим отсюда Машем рукой Этой деревушке И думаем А почему нет Почему мы Может быть когда-нибудь Или на цеплоходе вернемся А может быть еще Как в прошлый раз В прошлом году Неудачно Правда было А будет удачно Вернемся на машине Снимем номер На один день Покатаемся на лошадке Верхом А мы теперь Опытные После Кавказа Да На Кавказе Мы как здорово С тобой покатались Вот И покатаемся на лошадке Верхом И может быть уже Вот этот детский остров Он расширится И может быть Звери уже будут Без решеток Там сидеть И ходить Их может быть Почесать И лось И лосенка И еще кого-нибудь Мастер-класс По гончарному искусству Да Вот Кстати Очень Очень Мечтаем Да Надо Полепить горшки Очень мечтаем Чтобы они сбывались А ты будешь Деми Мур А я буду Ну да Забыл Как этого артиста звать Жалко Нет уже его Деми Мур Мне зовут Кира Клаус Да Я из той самой семейки Которые дали подарки Деми Мур Очень интересная девушка Выступала на теплоходе Она и на скрипке И на такой свиристеле Да Или как это называется Флейте Наверное Флейте И потом ее попросили И было абсолютно неожиданно Она спела Песни на английском языке И мне даже Честно говоря Это понравилось Больше Чем Флейта Да Она замечательно поет Хороший голос Вообще Чем здорово на теплоходе Кроме вот этих Чудеснейших картинок И пейзажей Которые проходят Мимо вас Этот калейдоскоп Красоты Огромное количество Всяких мероприятий И покрасить можете И послушать Концерты И самому спеть И самому Станцевать И кофе попить И венца выпить И в компании посидеть С новыми людьми Познакомиться Сколько у нас там было Алла Шикарных Интересных знакомств Какие интересные люди Нам попадались В этих путешествиях А потому что В этих путешествиях Всегда Как правило Интересные люди Потому что Им Хочется развиваться И Эти люди Дышат одним воздухом Вместе с нами С путешественниками Владимира Котома И Алла Кошки Поэтому Практически С любым человеком Можно познакомиться И он окажется Интересным Чудесная Чудесный вечер Севера России А мы Идем На остров Вала Не уходите Далеко Наше путешествие Продолжается